Добрый день, уважаемые зрители! Вы находитесь на канале Март Лайф. А мы сейчас, 9 марта 2024 года, идем к Кремлевской стене. Сейчас здесь в 10 утра начнется церемония, торжественное мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения первого космонавта человечества Юрия Алексеевича Гагарина. Пришло очень много людей, вот посмотрите. Сейчас, конечно, сначала всех проверяют с помощью металлодетектора. Ну вот, прошли металлодетекторы, и сейчас уже идем прямо к Кремлевской стене, где похоронены выдающиеся деятели. Несмотря на то, что наступила вроде бы астрономическая весна, но довольно-таки холодно, ветер пронизывает, может сказать, до костей. Но, как говорится, у природы нет плохой погоды, есть плохая одежда. Вот, в частности, посмотрите, какие девушки симпатичные, хорошо одеты. Здравствуйте. А вы откуда, если не секрет? Венармия, не кодеты. Да, очень приятно. Но девушки только, да? Нет, нет. Мальчики тоже? Здравствуйте. 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 С праздником. Днем рождения Гагарина. Да, вот здесь, как видите, Иван Якубовский, Андрей Гречко, Иван Конев, Николай Крылов, Матвей Захаров, Виктор Подсаев, Владислав Волков, Николай Швердник, Андрей Еременко, который, кстати, освобождал Прибалтику и Латвию, в частности, от немецко-фашистских захватчиков. Многие известные личности похоронены здесь. Кремлевская стена, Москва. И вот как раз Юрий Алексеевич Гагарин, 1934 год, 1968 год. Стоит почетный караул. Возлагаем цветочки. Как раз Десять часов утра. Тебе отодается. Наринка. Там фоткает-то по ski. Где-то. Ни билаadora. Там хорошие 느�魔iche. Федерация космонавтики России, Кузнецов Василий Иванович. Сегодня исполнилось 90 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина, первого космонавта мира. Кто пришел? Ветераны. Ветераны и молодежь. Традиционно посещаем это место 4 раза в году. 12 января Королев, 4-9 марта Гагарин, 27 марта Гагарин и 12 апреля День космонавтики. А вот персонально идет возлагать цветы Татьяна Николаевна Драгныш, журналистка литературной газеты. Что бы вы могли сказать, Татьяна Николаевна, в этот знаменательный день? Юрий Алексеевич Гагарин был изумительный человек. Он был разным. Но в детстве, в 10 лет, он родной матери помогал во всем. Ему было 10 лет, когда он впрягся в прямом смысле в плуг и пахал землю, как лошадь. За это я его уважаю. Поэтому надо сказать, что ему сегодня 90 лет. Я хочу разложить ему от себя лично. Цветы, знак уважения. Мне было 12 лет, когда он прилетел. Вся страна его видела. А когда вы его увидели в первый раз? Я его увидела, наверное, было мне лет 20. У него хорошая семья. У него мама изумительная. А это левенская женщина, которая так тщетила его память. Вы знакомы были с его мамой? Да, с мамой да. Есть одна изумительная фотография. Королева мама, когда он уже умер. И мама Гагарина вдвоем стоят около ракеты с двух сторон. И поэтому память о Гагарине должна жить вечно. Мы тебя любим. Татьяна Николаевна, что вы можете сказать для наших зрителей? Вот сегодня, 9 марта, 90 лет Гагарину. Гагарин мог дожить до сегодняшних дней. К сожалению, судьба распорядилась так, что его забрал Всевышний к себе. Как пишет на циклопеде, он был убежденным коммунистом. Я уверена, что так и было. Мне кажется, что он был такой же, как Герман Степанович Титов, который остался до последних дней членом коммунистической партии. Поэтому тех, кто не жег демонстративно по телевидению свои партбилеты, я уважаю чуть-чуть побольше, чем тех, кто прыжками, не теряя достоинства, побежал в капитализм. Капитализм, конечно, замечательная вещь. Но я предпочитаю справедливость. Поэтому Юрий Алексеевич Кагарин, воспитавший замечательных дочерей Елену и Галину, заслуживает на моем семейном уровне большого-большого машины. Ольга Алексеевна. Фамилия? Александрова. И должность? Должность? Родитель. Родитель. Ну, что можете сказать, почему вы решили прийти сегодня с детьми? Потому что хотим почтить память великого человека, который сделал для всего, наверное, человечества открытие, то, что полетел в космос. Должно знать о таких великих людях, и чтить их. А кто-то с космосом связан? Ну, может быть, родственники? Нет. Нет, у нас нет таких. Никто в космос не хочет полететь? Нет, конечно. Кто хочет? Кто хочет. Кто хочет в космос полететь? Девушка. Как вас зовут? Ксения. Ксения. И куда вы хотите? На Марс или конкретно? Куда? На Луну? Ага. Ну, это же близко. Просто дальше. Сначала добьюсь этой цели, потом повлечу на другие планеты. 90-летие дня рождения первого космонавта человечества. Очень много цветов уже возложили. А рядом с Гагариной похоронен Николай Воронов, Владимир Комаров. Родион Вороновский, Елена Стасова, Николай Игнатов, Сергей Павлович Королев. Конструктор номер один, так его называли. И многие другие тоже здесь. Кремлевская стена, Москва. Очень холодно. Ветер пронизывает, но тем не менее настроение очень праздничное. Ну вот, мероприятие закончилось. Возвращаемся вдоль Кремлевской стены. Почти полодиннадцатого утра. А сейчас, конечно, прогуляемся по Красной площади. Сегодня повторяем 9 марта 2024 года. Солнечная погода, прекрасный день, весна. Песня на космическую тему исполняет журналистка Татьяна Драгныш, член космического клуба «Жукова». Заправлены в планшеты космические карты. И штурман уточняет последний раз маршрут. Видите, очень ясная солнечная погода. Еще раз поздравляем всех с 90-летием, со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина. Спасибо за внимание, многоуважаемые зрители. Оставайтесь на канале Март Лайф. Смотрите другие видео. У нас их очень много. На самые разные темы. Ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик. Всем привет. Пока.